За неготовность к пожарам штраф в МЧС подготовили поправки в Кодекс об административных правонарушениях. За ненадлежащую подготовку территории к пожароопасному периоду сотрудники спасательной службы предлагают штрафовать глав муниципалитетов, а также собственников и арендаторов земель. Для граждан сумма взыскания составит до 5000 рублей, для юридических лиц до 250 тысяч рублей, чиновников ждет штраф до 40 тысяч рублей. Также госслужащие могут лишиться своей должности. Незаконная вырубка леса в Марково по версии следственных органов с января по март 2015 года недалеко от поселка неустановленными лицами проводилась работа по строительству дороги, в ходе которых были сплошь вырублены лесные насаждения в объеме около 1900 кубометров. Установлено, что часть вырубки была произведена в водоохранной зоне, тем самым были нарушены правила охраны окружающей среды. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. Следователи допрашивают владельца земельного участка и свидетелей. Пога одни вырубают, другие восстанавливают. Иркутянам предлагают присоединиться к акции «Подари планете жизнь». 23 мая в Кайской роще будет высажено 3000 сосен. Сбор в 11 утра на автомобильной парковке со стороны улицы Чайковского. Также активисты собираются высадить около 30 деревьев и почти 700 кустарников на нижней набережной. И восстановить погибшие зеленые насаждения возле библиотеки имени Молчанова Сибирского «20 сосен и 6 елей». Другим новостям владельцы большегрузов в случае повреждения дорожного полотна будут платить больше. Для грузовиков, которые весят более 12 тонн, теперь предусмотрена повышенная плата. Если их владельцы причинили вред дорогам федерального значения, оставили пробоину, сформировали колею. Теперь за каждый километр они должны будут отдавать не 3,5 рубля, как было раньше, а 3 рубля 73 копейки. Правительство решило проиндексировать эту сумму, привязав ее к уровню фактической инфляции. Мигрантам облегчат жизнь. Федеральная миграционная служба России планирует освободить некоторые категории приезжих от сдачи экзамена по русскому языку. Законопроект касается иностранных граждан, в чьей стране русский язык имеет статус государственного. Также они не будут сдавать экзамен на знания истории России и основ законодательства Российской Федерации. Норма в первую очередь затронет жителей провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а также Белоруссии, Южной Осетии и Приднестровья. Защитники животных проедут по улицам Иркутска. С 5 по 8 июня состоится всероссийская акция под девизом «Стерилизация. Да, убийства нет». Организаторы сообщают, что «Автопробег» объединит активистов общественных организаций из разных концов России. Они планируют передать властям своих регионов обращения с подписями для последующей отправки федерального правительства. Участники пробега собираются снимать видеорепортажи о том, как в реальности выглядит ситуация с регулированием численности бездомных животных. На этом у нас пока все. Если вы хотите стать нашим мобильным корреспондентом, присылайте свое видео на адрес, который вы сейчас видите на своих экранах, или звоните нам по телефону 33 13 28.